Здравствуйте, а что это у вас тут? Мы представляем мини-приют «Кошкин дом» ЗОО-38. Эти съёмки сделаны в июне 2019 года. Общественная организация на городском фестивале старается пристроить в добрые ручки животных. В Ангарске подобных зоозащитников немало. Один из ярких представителей – Наталья Беспалова. Говорит, что в советское время в Майске существовал птичий рынок. Детвора любила туда приезжать и общаться с хвостатыми малышами. Сейчас такого места в Ангарске нет и, по мнению зоозащитников, не должно быть. Были попытки этот рынок организовать на нашем круглом рынке. Но эти попытки мы предотвратили, потому что это несёт в нашем городе негатив. То есть была попытка создания такого же рынка по продаже щенков и котят, как и в Иркутске. Идёт жестокое обращение с животными. Их заскочёвывает в коробки и выбрасывает, наверное, гибель. То есть всё это есть в больших количествах. Люди об этом знают, но закрывают на это глаза. В узкой клетке етятся трое котят. За место под солнцем идёт сильная борьба. А это уже сельхозрынок. Птицы в таких условиях могут просто затоптать друг друга. Но у продавцов одна задача – отпустить товар. Новый законопроект как раз и выступает против подобных птичьих рынков, где животное содержится в антисанитарных условиях. Звери, лишённые нормального питания и возможностей выгула, под запрет попадает и зоомагазины. В Ангарске их количество стремительно уменьшается. Причин несколько. Бизнес стал нерентабельным. Да и пандемия, как говорится, внесла свои коррективы. Кто-то пауков, кто-то змеи разводит. Вот как сейчас. Они в сети находят себе покупателей. Это, наверное, не очень хороший вариант, потому что их проконтролируют, наверное, намного сложнее. Пересылают с различными транспортными средствами, кто самолётами, кто поездами там с ознакомленными. Всё это дело передаёт. И больше будет у него, наверное, бизнес. Малое предпринимательство, возможно, вынесёт ущерб. Общественность уже восприняла законопроект в штыки. В зоомагазинах всё нормально с содержанием. Там же не поросят и коров продают, а рыбок, птиц и грызунов. Где теперь рыбок аквариумных покупать? А что тогда продавать на птичьих рынках? Надо собак запретить продавать просто так. Имею в виду, продавец должен быть зарегистрирован как разводчик собак, а покупатель должен иметь лицензию на собаку. Сегодня купить четвероногого друга можно не только в зоомагазине. Многие находят котят и щенков через соцсети. Такая практика существует уже несколько лет. И вот именно здесь, как замечают эксперты, возможен теневой бизнес. Как бы там ни было, законопроект ещё в стадии разработки. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.